Век живи, век учись, потому что на самом деле наше развитие остановится, когда мы перестанем учиться. У меня вот есть такая тетрадь, она Апуа, горошек, это Малескин, который мне подарила Маша. Ей так много лет, что у неё уже износилась резинка, я её просто обрезала. Что это за тетрадка и почему я очень сильно дорожу? Она у меня существует уже с 20 июля 2016 года, считайте, ей уже практически 5 лет. Здесь у меня собраны все знания по итальянскому, которые накопила за 4 года. Здесь я пишу разные слова с 2016 года, какими встречались, в необычных значениях или, например, слова, которые мне нравятся. Как я организовала пространство, я пишу чёрным, зелёным, чёрным, зелёным, чтобы не всё сливалось вместе. Здесь я всегда пишу сверху красным какую-то пословицу или поговорку, которая мне понравилась. Здесь различные, видите, всё чёрное, зелёное, тогда лучше смотришь, и слова не сливаются. Эта сторона у меня всегда пустая. Берите, ничего здесь никогда на ней написано, потому что я так привыкла вести конспекты. Не люблю, когда буквы, знаете, так вот выпирают и друг на друга как-то корявятся. Меня это сразу так отталкивает, поэтому я всегда пишу только с одной стороны. Достаточно большие делаю промежутки. Не люблю, когда всё вместе написано, и ты не понимаешь, что у тебя там есть. Например, Атака, Фас, не знала, что такая команда будет. И всякие-всякие разделы у меня есть, помимо словаря. У меня есть ещё история della lingua italiana. Это я слушала семинар, вебинар. Оксана Чачба здесь записала то, что она рассказывала про историю итальянского языка, её версия. Интересно всегда посмотреть, что люди рассказывают, как люди рассказывают ту тему, которую ты знаешь, какой ты интересуешься. То есть каждый рассказывает по-разному, поэтому меня очень заинтересовало. Также у неё был семинар Le Mie Superconsonanti про согласные. И гласные она рассказывала. Тоже было очень интересно её послушать. Законспектировала себе всё, всё, что она рассказывала. Это очень тоже интересно, потому что, в принципе, произношению мало места уделяется в практиках, грамматиках везде. Ну, кроме итальянскоязычных, конечно, учебников. Поэтому от русскоязычного человека очень интересно это послушать. Это у меня единственные, видите, листы, где написано с двух сторон. И вообще, Оксана Чачба, она серьёзно занимается фонетикой, поэтому, если вам интересно, то вам к ней. Что ещё тут есть? Так, ну вот у меня всё здесь. Так, немножко тоже про фонетику. Здесь с двух сторон всё. Дальше интересные выражения. Почему здравия женского рода? Почему перед дэй артикль лилии? Я всегда, когда что-то узнаю или что-то интересное меня спрашивают студенты, я узнаю и обязательно всем рассказываю для того, чтобы тоже лучше это запомнить. Здесь у меня очерк из туритальянского языка. Я просто прочитала сама и конспектирую. Я уже рассказывала. Я всегда все книги, которые читаю, всегда конспектирую потом для того, чтобы лучше запомнить. Поэтому я прочитала и вот конспектирую. Что ещё у меня тут есть? У меня есть ментальные карты. Например, советую всем применять ментальные карты, если вы учите какую-то лексику, если вы учите какую-то новую тему. То ментальные карты это просто находка. Можно взять лист от А4 до Ватмана и там уже просто впуститься в мега путешествие. То есть, допустим, если вы тему ищите Виаджи, да, написали и что от неё идёт. Вот, допустим, Виаджио, я написала фамилия, альберго, аэрио, фамилия, что есть папа, мама и негоции, libri. То есть, мои какие-то ассоциации. На самом деле, это очень полезная вещь, потренировать свой мозг. Также ментальные карты вам помогут, если вы готовитесь к экзаменам, вам нужно запомнить какую-то информацию. Они всегда очень хорошо структуризируют знания. Пользуйтесь ментальными картами, это супер классно. Так, здесь у меня приклеено сюда, почему? Потому что, когда я была в Реканате, я прочитала там книжку и по Угофоскулу, как изменяются слова. Дискутировала с преподавателями там и очень интересные мы нашли такие общие моменты. Как изменился итальянский язык, здесь грамматика у меня, здесь у меня такие вот кошки. Здесь я начала новую рубрику, называется «Трудности перевода». Решила собрать сюда всякие интересные вещи, которые переводят студенты с русского и итальянского на русский. Здесь у меня еще немножко есть место, заканчивается уже эта книга. В этом году она уже, видимо, закончится окончательно. Здесь у меня продолжение слов, как видите, зелено-синие. Что у меня еще интересного есть из этой книги? Так, это 20-й год с мышью. А это у меня март, апрель еще не писала. И в конце у меня есть такая просто, не знаю, не знала, как называть, какие-то интересные цитаты, какие-то интересные высказывания. Что-то интересное, что не хочу никуда забывать. Я здесь клею, допустим, какую-то наклейку. Здесь я вот пишу, что мне нравится. Очень мне нравится поворот. И следует только благодарить Бог за то, за возможность делать именно то, что хочешь делать именно так, как тебе хочется. Я считаю, что это супер высказывание. Поэтому я себе вот тут сохранила. Видите, я не пишу перевод, да? Просто мне с одной стороны кошка, а с другой стороны какое-то высказывание. И здесь что у меня есть? Римские месяцы и дни, почему так называются. Что еще тут у меня есть? Звуки. Невероятные вещи. Рубрика называется «Невероятные вещи». Они всегда есть. И вот так вот у меня протекает самообразование по-итальянскому. Я вообще очень люблю что-то узнавать, что-то, не знаю, придумывать. Поэтому всегда знания со мной. Субтитры сделал DimaTorzok